Может мы их и сделаем? Чё? Римак! Что за херня происходит? Всем привет, с вами Дима Монпойнт, и мы продолжаем проходить Need for Speed Most Wanted P-Pega Edition. Итак, многие жаловали, что я катаюсь на одной и той же машине, поэтому в этой серии я всё-таки решил взять другую тачку. И как вы думаете, какую взять? Но на самом деле у меня уже 12 машин в гараже, и выбор на самом деле большой. Вот, например, мы в предыдущий раз сделали стримера Риолу, и тут тачка из Трекмани. Можно прокатиться на ней, в принципе, по характеристикам она неплохая, но мне больше всего хочется прокатиться на Римак Концепт Ван. Это именно та машина, которую мы отвоевали у Ричарда Хамонда. Он был тут на одном из мест, поэтому давайте еп, возьмём её. И я, кстати, напоминаю, что в этот раз нам нужно будет победить Билли. Сапкаунт у меня уже есть, мне нужно будет выиграть целых 7 гонок и 4 Майлстона Эвента закомплит. Я не знаю, получится ли у меня всё это сделать на Римаке, но, тем не менее, я постараюсь это всё оформить, чтобы всё было максимально хорошо. Но сначала тачку нужно прокачать, поэтому едем тюнинговать. Забавно, что Римак, поскольку у нас автомобиль как бы на электротяге, на электродвигателе, никакого звука двигателя внутреннего сгорания у нас нету. То есть у нас есть такой еле слышимый звук какой-то электрички, но при этом тачка управляется капец, едет тоже капец. Единственное, почему-то разгоняется достаточно медлительно, но, тем не менее, я думаю, что это всё у нас далеко не проблема. Давайте поворачиваем, да, здесь у нас вот сюда. Немножечко, совсем немножечко начинает там как-то подрифчивать где-то, но это на самом деле всё у нас фигня. Приехали в гараж и давайте её прокачивать. Итак, давайте посмотрим, что у нас по Рису. Рисер Китс и... Да ладно! На неё есть Уайт Боди! Но это не Уайт Боди, ну вы поняли, да? Покупаем, берём, конечно же. Спойлер, можно другой, пожалуйста? О да, о да, тут можно несколько спойлеров сразу ставить одновременно. Вот это я, конечно, вообще обожаю. Давайте сделаем так, чтобы у нас сразу стояло одновременно два спойлера. Но всё-таки нефроколхоз, ребят, нефроколхоз, поэтому нужно обязательно, чтобы у нас было два спойлера. Давайте их переключим. Где мышка? Мышка-то где? А, мышки не видно. Блин, чёрт, я хотел бы переключить другую категорию спойлера. Ну, ладно, хер с ним, оставим стоковый, хорошо. Так, с колёсами ничего не будем делать. Капоты тоже меняются? Нет, капоты у нас не меняются. И сверху вот эти вот воздуховоды. Чёрт, они ставятся? Они ставятся. Это круто. Так, и... Ну, наверное, 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 наверное... Да, отчего ставить? Они тут все плюс-минус одинаковые. Поэтому, наверное, что-нибудь посередине сейчас горячим. Ну, вот, например, вот такой он более-менее смотрится. Так, ну всё, это мы покупаем, конечно же. И идём в Go Faster. И здесь у нас... А мы ничего не можем на ней прокачать, походу. Смотрите, двигатель не можем. Офигеть, трансмиссия. Тоже не можем. Да ладно. И это не можем. Мы ничего не можем. Офигеть, у неё нет тюнинга. Нитро тоже не можем. Там шины тоже не можем. Ничего не можем. Тормоза не можем. Офигеть, суперчарджер. Ну, только Stage 2 можем поставить суперчарджер. Суперчарджер. Офигеть. Тут просто на неё ничего нет. Жесть. Давайте зайдём тогда в визуалку. Винил можно хотя бы на ней поменять какой-нибудь другой. Кипега, например. Нет. И мы и винил на ней не можем поменять. Блин, ну капец. Ну, это неинтересно. Ну, что такое? Ничего поменять на машинах нельзя. Rim Paint. Ну, например, здесь. Ну, вот. Тонировочку хотя бы можно поменять. Уже радует. Давайте Medium Black поставим. Так, что у нас ещё? А Custom Gauges. Да, вот, кстати, спидометр я ни разу не менял. У нас, кстати, есть от Black Panty. Спидометр там. No Best было написано. Nevada. Kuro. У нас есть спидометр. Pega Aim. Happy Point. PPP Point. Это вот прям про меня, походу. Horizon. Reboot. Ооо, туризма. Ооо. Sonic Apex 4. Vision Boost. Ну, тут уже пошло всё, что у нас, в принципе, и было. Да. Блин, ну, я, наверное, думаю, вот такой можно поставить ради прикола Club 3. Пускай остаётся вообще всё, как есть у нас. Всё. Купили? Выходим. Другой спидометр у нас зато теперь будет. Кстати, в Back Room, если зайти, интересно, у нас там есть что-нибудь. Вот, например, в Go Faster. Что у нас тут нам даётся? Suspension и Custom Sway Bars. Ну, давайте поставим. Не знаю, чем нам это поможет. Может, чем-то поможет. Ну, думаю, нет. В любом случае, погнали сейчас в гоночке и посмотрим, как эта машина себя показывает. У нас тут Race Evans и у нас тут первая же Battle Royale. Нет, погнали в Circuit и здесь посмотрим, как же всё-таки Римак себя ведёт. Я надеюсь, хорошо. Если нет, то всё. Миата наше всё. Так, ну чего, заставочка долго у нас что-то идёт. И я не вижу синие стрелки. Тут стрелка не синеет. Подождите. Ага. А у нас же тут передачи нет. У нас же, по сути, одна передача. У нас же реально, по сути, одна передача на этой машине. Офигеть. И как мне ехать на ней? Подождите. Она не такая быстрая, как... Какие ж вы... Дебилы сраные. Ладно, попробуем на Римаке. Машина, в принципе, управляется. Это просто вот она не едет. У неё стоп-спид проблемы, походу. Ну-ка, повороты. Да, повороты нормально. Нет, не нормально. Миата лучше проходят повороты. Много трафика. Так. И такое ощущение, что там где-то копы сейчас будут. Судя по переговорам и... Блин, в тишине, конечно, сложновато ехать. Блин, пипец, они улетели. Пацаны, подождите. Не, это слишком быстро. Это слишком быстро. Это явно разборки для Миата такие нужны. А не для Римака. Римаку прям плоховато. Хотя, с другой стороны, у нас тут два круга. За два круга-то, я думаю, может, мы их и сделаем. Чё? Римак! Что за херня происходит? Римак! Как такое может быть? Нет, тут перезапуск. Но это вообще, ну это что такое? Это как вообще понимать? Как это работает? Тут реально нет синей стрелки. Я не могу изи старт сделать. Вот. Вот видите, ну как... Вот что тут показывают даже вам, ребят? Ну, Мазда имба просто для этой игры. Просто имба. Вот на ней можно всё быстренько пройти. А вот брать какие-то другие тачки, но это, ну, снова непонятная херня какая-то происходит. Ну, смотрите, а. Повороты не так хорошо заходят. У меня ещё соседи стучать начали зачем-то. Вот чё им не имётся? Надеюсь, вам не слышно, как там соседи пытаются об стену убиться. Не знаю, чё у них там происходит. И смотрите, копы! Ну, конечно. Ну, конечно. Да-да-да, давай, езжай за ним. Езжай за ним. Это забавно. Это забавно. Мне показывает копы, который едет за ним. Может, он его поймает всё-таки? Не, ну это Unreal вообще. Просто Unreal. У машины нет скорости. 200... Я не знаю, вот её в плюс или в минус. По сути, у нас минус, наверное, будет лучше разгон. Мэд Монг, зупо-чарджер давайте сделаем. Стиринг максимально. Хэнтлинг. Ну, давайте так. Райт-хэд вроде вверх нужно ставить. Не знаю, это не ультимативные настройки. Посмотрим, как она едет. Не! Всё, 215 миль. У неё максималка. Никуда, к сожалению, тачка не едет. И даже на Nitro она никого не догоняет. Ну и, следовательно, с такой скоростью я тут никого не догоню. В повороты, кстати, она заходить нифига не лучше стала. Да. Это... Это проблема, конечно. Но я так понимаю, что и с тачкой Риоли то же самое. Потому что, ну, всё-таки у нас там тачка из Трекмании. Поэтому, понятное дело. Да. Короче, вы сами всё видите. Поэтому я возвращаюсь. И беру спокойно Mazda MX-5. Потому что, ну, другим машинам явно скорости не хватает. Давайте смотреть внимательно. У неё нету топ-спид. Абсолютно нету. Я просто рассчитывал, что эту тачку можно прокачать и топ-спид будет. Но нет. Такого нету. Поэтому давайте смотреть быстренько по другим машинам, которые у нас тут есть. И, например, давайте возьмём из Трекмании тачку. И да, и здесь, видите, также всё показано, что никакой максимальной скорости на этой машине нету. Есть только Ацелерейшн и Хэнтлинг. Это печально. Это очень печально. Потому что, вот, например, на той же Mazda Mi Ate вы сами видите, какая у меня топ-скорость. И сами видите, какое управление и Ацелерейшн. Поэтому, извиняйте, продолжаем дальше кататься на Миате. Нет смысла вообще какие-либо другие машины тут брать. Поэтому, ну, я просто не пройду игру, если я буду какие-то другие машины брать. Поэтому, в общем-то, можно, можно брать те тачки. Но это такое. Поэтому спокойно едем на Миатке. Изи старт. И сразу же улетаем. Я видел, кстати, комментарий у Сонечка, когда писали. Он тоже начал прохождение Need for Speed Most Wanted Pipego Edition. И один там комментатор написал, мод легчайший. Даже ванпоинт, который не умеет водить, спокойно всё проходит. Спокойно всё проходится, если брать вот такие машины, как вот Миата. А если брать машины, как не Миата, ну, вы сами видели, вот, например, как Римок. То проходиться будет далеко не спокойно. Ну, а Миата просто едет имбово. Опять же, всё познаётся сравнение. И сейчас у вас есть чем-то сравнить. Брать другие машины я не вижу смысла, потому что они просто не едут. Вот и всё. Может быть, как-то можно там было этот Римок настроить. Но у него тупо отсечка. Тупо отсечка и всё. И никакого разгона у нас там и нет. Я так понимаю, копы нас всё равно здесь будут щемить. Блин, офигеть. Я просто сейчас в стену въехал, и там сзади даже никто не попытался меня догнать. Не, Миата это имба. Это 100% имба. Это, знаете, это такой максимально автомобиль, который спасает в любой ситуации. То есть, вот если бы у меня не было Миаты сейчас, да, мне бы пришлось постоянно кататься, например, на Римоке, это было бы печально. Это было бы максимально печально. И где? А где копы-то? Я что, даже никого не видел? Что за бред? А копы-то где? Ээээ, ну ладно. Допустим, у меня началась... Тихо. А вот и копы. Кстати, тем временем, Мятк-то у нас с высоким уровнем погони-то. Поэтому уходить мне от их погони придётся очень долго. А тут уже танки. И тут уже ограждения. И тут уже всё подряд. Все хотят меня остановить Все Ну не, не, не Отстаньте, отстаньте, пожалуйста Кстати, попробуем потом немножечко Поксинговать мяту, например, поменять там обвесы на ней И все вот эти вот вещи Попробуем сделать Да ни хера себе Вот это он как в коконной, конечно, остановился Блин, а нитроти тем временем там нет Надеюсь, там все остановились О, ё-моё Видите, проехал я, кстати, на римаке И у меня нифига не сбросился уровень погони Не, может быть, конечно, нужно было именно кататься на римаке Конечно, он быстро, наверное, не упадет Я не помню, короче, как скидывать здесь уровень погони Попробуем реально все это по-другому притинговать Обвески поставить, что-нибудь там сделать Например, убрать нафиг вообще вот этот вот воздухозаборник сверху у нас на крыше Может быть уровень погони чуть упадет О, ё-моё Там за мы столько их едет вообще Шипы, кстати, тут забавные Да, я не знал о том, что на шипы можно спокойно вот так вот сбивать их Потому что я думал, что как-то это все-таки будет у нас отрабатывать Но нет, нет, это не отрабатывать Здесь это не работает Шипы здесь сделаны так просто Для кикулик просто поржать А вот это уже не поржать Вот это уже было сильно Это танки, между прочим Если вы не заметили Это танки, черт возьми Да ё-моё Давай-давай-давай-давай-давай Я верю, что все получится Пожалуйста Мы уедем Но копов слишком много, конечно Просто перебор По копам у нас настоящий перебор Сейчас Но тем не менее Второй круг Я еду на первой позиции Врезаемся тут нахер в забор Вот это вот было херово А не трушечки Вот тут вот Выезжаем Я просто начал на панике сейчас ехать Потому что копов слишком много Я сейчас понимаю, что мне от них нужно будет уезжать там 200 тысяч лет И это не самое крутое, что мне хотелось бы сейчас видеть Все, поехали Начинаем от них угонять Ох, ты же здорово, братиш Так, у нас вот тут можно что-то было сбить Так Подожди-ка Подожди-ка А куда мне? Блин О Это было неплохо Так, я опять выехал на шоссе Вот это вот Самое тупое, что мог придумать Ой, здравствуйте А ты что здесь стоишь? Они нормально? Они ограждение уже из трафика просто делают? Блин, у меня там что-то вообще начали, по-моему, стену ломать О, давайте сюда съездим Может они потеряются? Или нет? Нет, они не потерялись Так, тут можно что-то сломать Вижу Отлично Но это не помогло Там один объехал И они тут даже стоят, перекрывают мне дорогу по полной Так, ладно Уезжаем отсюда Здорово, братиш Пошел нахер, братиш Так, вот так вот сейчас как-нибудь заедем Красиво Вот сюда, вот обратно в парк Так, где там? Что сбивается? Вот где-то вот здесь вот Где-где-где? А, во, вышка Опа Ну, надеюсь Так, они там спереди едут Где-то мы разворачиваемся И уезжаем обратненько Так, 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 так Куда, 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 куда? Тихо, тихо, тихо Вот здесь Давай, 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 давай Блин, копы повсюду Где он едет? Где он едет? Не вижу пока Да черт возьми Мне хочется доехать до Вон, где можно заныкаться Ну, походу, где он меня сейчас найдет Потому что он 100% ездит Я слышу его звук Я слышу его звук Валим Куда валить-то вообще хер знает Давайте аккуратненько вот здесь как-нибудь проедемся Здесь у нас уже финиш вроде Ну, я не знаю Сейчас они приедут 100% Не спереди, так сзади Черт, как мне объехать это все дело Будем потихонечку сейчас ехать Надеюсь, уйдем от погони Надеюсь, уйдем Так, давай, 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 Мазда Потихоньку пока едем Надеюсь, ничего такого страшного у нас не будет сейчас Никто к нам не приедет Мы сейчас спокойно здесь развернемся Вот сюда вот поедем Тихонечко Так, куда нам? Налево, направо Я вот не знаю, куда здесь Давайте прямо проедем Опять соседи стучат Очень надеюсь, что вы их не слышите Вот куда здесь прятаться? Так, сюда Заезжаем Во-во-во, вижу, вижу нычку Вижу нычку, ура! Мы ее нашли Фу, есть Мы это сделали Шикарно. Круто. Только нам бы теперь, наверное, куда-нибудь смотаться. Тачечку сделать. Пытаемся понизить свой уровень разыскиваемости. Но я вижу, что понижает он очень все это дело плохо. Я перекрашиваю машину. Сейчас попробуем поставить другую тонировочку. Вот у нас уже третий уровень разыскиваемости. Medium black. Я другой чуть-чуть цвет сделал. Декали можно здесь вообще поставить? Просто интересно. Кура и чес. Вот если я декаль поставлю. Куру мем. Вот где этот декаль только появляется, я не знаю. Но главное, что у нас уровень разыскиваемости вроде чуть-чуть падает. Куру мемы делаем. Допустим, обклеим ее со всех сторон. Всякими вот этими вот вещами. Опять же, ничего этого не видно. И, наверное, хорошо, что этого не видно на машине. Зато сейчас мы свой уровень разыскиваемости все-таки немножечко поменяем. И я вижу, кстати, что по слотам они там тоже много всего поменяли. Так, а я вот здесь ничего не поставил, да, по-моему? Да. Так, ставим. Понижаем. Максимально все понижаем уровень погони. Чтобы у нас уже его не было. Потому что так реально в каждых гонках, где у нас присутствуют копы, потом от них уезжать по 10 минут, это такое себе на самом деле приключение. И реально серии растягиваются просто на нереальное количество времени. И вы потом сами такие длинные серии не смотрите. У меня будет вся машина обклеена в ники Куру ИЧС. Такое ощущение. Ну и, конечно же, чтобы все было вообще максимально круто, мы сейчас еще и дисочки поменяем какие-нибудь другие. Поставим. Типа, что у нас тут ОЗ-шки есть вроде. Давайте какие-нибудь другие ОЗ-шки поставим, например. Но вот что у нас тут есть. Супер-супер-туризма Леонардо. Давайте поставим, наверное, вот эти. Восемнадцатый. Супер-легера или леджера. Не знаю, как это правильно. Так, капоты у нас тут не меняются. Это печально. Давайте поставим другой воздухозаборник. Или вообще уберем. У нас это меняется от этого всего. Да, давайте уберем воздухозаборник. И теперь у нас уровень погони один. Мы вроде все это дело понизили. Хорошо, теперь можно немножко выдохнуть. И чуть-чуть полегче, я думаю, мне будет ездить. Потому что это уже перебор. Реально, вот на гонках, чтобы уже такими вещами заниматься. Нет, мне это совсем не нравится. Итак, спринт. Погнали. Но тут все как всегда сейчас будет. Мы просто на изи-старте от них уедем. Есть! Изи-старт. Нормально. Даже, я думаю, без нетрушечки здесь все у нас будет окей. И как мне нравится, что теперь у меня уровень погони один. Это просто красота, вы видели? Ярис! Ярис догоняет. Он чего, офигел вообще? Ярис! Ты куда, братан? Ой, сегодня у меня максимально все плохо с реакцией. Просто на чили еду. Поэтому немножечко кое-где собираем мы заборы. Без этого никуда. Собираем ограждения. Что с машинами? Объезжаем. Оп. Объезжаем. И вот сюда вот поехали. Немножечко даже на нитро долетим. И вот здесь вот так вот сбили. Шикарно. Пролетаем. Что у нас там вообще происходит? Кто-то чего? Где кого? Они там отстали где-то прям совсем. Да. 500 метров. 500 метров мне до второго места. И плюс 5 секунд. Практически 6. О! Оп. Вот это было близко. Но мы это сделали. И смотрите-ка. Нам не дают по срезочке проехать. Ой-ой-ой. Вот губнюки. Так. Таксишки всякие там летают. Да. О! Давайте им подляночку небольшую устроим. У нас тут просто спринт. Поэтому чтобы они еще немного отстали. Ох ты ж. Ё. Вот это кстати. Я не ожидал такого. Я что-то забыл, что у нас тут такие есть заезды. Так. Можно было нормально так сократить. Но сокращалки это не для меня. Я уже про это говорил. Тихо. Нормально. Проехали. Вот если кстати круговая такая, то прям немножечко так будет стрёмненько по таким вещам ездить. И нормально мы тут в лес уехали. И трафик вылетает. Кстати 52% только пройдено. Блин достаточно длинный спринт уже. Но у нас понятное дело, что близится к концу игры уже все. И из-за этого плюс 10 секунд. Офигеть. И из-за этого уже начинаются у нас длинные заезды. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо мятко. Кстати вот этот цвет красный, который я сейчас поставил. Он какой-то такой более богатый. Мне больше нравится как он выглядит. Потому что тогда у нас была такая прям ярко-красная MX-5. А сейчас она такая более... Более такой приглушенный красный. И мне он определенно нравится больше. Тихо, 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 блин. Резкие, резкие у нас заходы, повороты. И тут слишком много трафика. Чё они там встали? Раскорячились на полдороги. Отормаживаемся. Чуть-чуть по тормозу ударили машиной. И идеально оттормозилось. Шикарно едем и... Не, догоняют кстати. Я их там вижу, что они не так далеко отстали. Тихо. Не, чё-то сегодня у меня с поворотами вообще я не дружу. Жу-жу-жу, с поворотами сегодня не дружу. И... Заходим вот здесь. Ух ты ж, блин. Поймал всё-таки я трафик. Чёрт возьми. Ну ладно, ничего страшного. У нас там запас был в целых 10 секунд. Поэтому ничего такого страшного. Собираем заборы. Воу-воу-воу-воу. С траекторией немножечко напортачили. Ух ты ж, блин. Вот это она сейчас зашла в поворот, конечно же. Шикардосно. Отлично. И вот тут у нас... Обычно вот так я делаю. Тихонечко проезжаем. Да, потому что... У нас трафик. Который определённо нужно объезжать. Блин, тут трафик, конечно, накидали на этой трассе. Вообще нормально. Прямо практически в каждом повороте, где выезжаешь, есть трафик. Это кефушки, конечно. Так, 96% прогресс. У нас тут уже где-то... Должен быть финиш. Где ж он? Вот он. И на скоростях пролетаем. Шикарно. Вот это мне нравится. Вот это сейчас было хорошо. И давайте дальше. Идём в следующий рейс Эммонт. У нас тут факинг Рубер Бэнд. Факинг Рубер Бэнд. Тут бус. Факинг Рубер Бэнд. Так, понятно. У нас тут 7 штук не получится. Потому что... 3, 4, 5, 6... А, ну и седьмой можно будет пройти какой-нибудь из этих. Поэтому давайте сейчас просто на скоростях мы быстренько проедем вот эти вот... Факинг Рубер Бэнд. Ох ты ж, блин. Изи старт не получился. Ну ладно. Так, а давайте вот сюда по... А, нет, нет, нет. Здесь, наверное, сюда не надо было ехать. Или надо было? Сейчас посмотрим. Да, сюда надо было. Я угадал. Отлично. И музыка шикарно подходит под всё происходящее. Давайте сюда опять же, чтобы у нас было более всё по срезке. Ох ты ж... Чёрт возьми. Было мощно. Так, сегодня что? Сейчас опять за нами поедут, да? I'm Speed. 16 секунд. Круто. Но немного. Пока что, мне кажется. Тихо. Никуда не врезаемся. Так, Миата. Миата хорошая. Опа. Смотрите, просто появился передо мной. Пошёл вон. Ладно, мы сейчас от него уедем всё равно, мне кажется. Блин, надо бы от него избавляться по-хорошему, потому что мне не нужно, чтобы у меня уровень погони поднимался. Не хочу я каждый раз заходить, там машину перекрашивать. Поэтому едем по встречке. Надеюсь, он куда-нибудь просто врежется. Я напоминаю, что машина-то у нас, ох, как хороша по скорости, поэтому уехать мы от них должны супербыстро. Ну да, он, в принципе, уже всё потерялся. Потерялся к учине страданий и терзаний за то, что пытался догнать Mazda MX-5. И, кстати, смотри, там по встречке даже кто-то ехал, но мы его смогли вполне себе спокойно объехать. То есть, ну вот, пытаются, пытаются уже растянуть геймплей. Вот это я не люблю в NFS, потому что ближе к концу игр они постоянно пытаются растянуть геймплей. Но, по крайней мере, вот старые, вот старые NFS, типа Most Wanted, Underground, они этим грешили часто. Гонки становились супердолгими. Most Wanted и вот копы начали появляться там в каждые минуты. В Undercover'е там нужно было очень долго всякими, типа, а-ля мини-боссами их пинать по жопе, чтобы они разбились. А если у тебя машина не очень была хорошая, то я там все просидел достаточно долго. Короче, вот не люблю, не люблю, когда вот искусство начинает растягивать время прохождения игры. Мне это прям не нравится. Давайте сюда зайдем. Так. Ну, можно было, в принципе, и там пройти. Ух ты ж, блин, я нажал на нитры и прям новое... У-у-у-у, все-таки поймал я АЕКу. Впервые из-за сколько серий прохождения я от нее постоянно уборачивался, но здесь все-таки поймал. Ну, бывает, ладно. Плюс 47 секунд. Ну, как бы, что еще и говорить. Просто мята валь. Так. Вместе такое подозрение, что в этой игре сделали специально так, чтобы ты ездил на определенных каких-то машинах, потому что... Ну, типа, камон. Ну, реально, нет смысла ездить на чем-то другом, когда есть настолько хороший автомобиль. Вот это полет. Вот это полет. Ой-ой-ой-ой, вот это не полет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин! Это был косяк. Ну, кто знал, что так мята плохо приземляется, а? Ладно, там у нас уже финиш. У меня был запас в огромное количество секунд, поэтому... Как бы сейчас вообще спокойно приедем. И все, чики-пуки. Да, отлично. Приехали. Насколько там у нас было? На плюс 55 секунд еще при этом. То есть это вообще супер хорошо. Идем дальше, проходите. Ну, давайте с разгончика сразу зайдем в еще один fucking Robin Band. Вот и поедем. Пропускаем заставочку. Синяя стрелочка мне нужна. И, блин, опять нету синей стрелочки. Черт! Не смог. Не смог я стартануть хорошо. Извиняйте меня за это. Что поделать, как бы? Что поделать? Ничего не поделаешь. Как стартанул, так что... О-о-о-о! Надо было немножко хотя бы притормозить. Отпускать газ в некоторые моменты. Это не самая лучшая идея. Так. Залетаем. Найс. Плюс 17 секунд. Шикарно. Оп. Пролетели. Отлично. И... Сейчас вот здесь нужно тихонечко зайти. О-о-о! 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 Белиссимо! Перфект! Ну, тут как-то вот так вот пришлось, потому что там трафик. Я не вовремя его объехал. Нужно было... Ну, типа внутрь немножко взять. А я как всегда. Как всегда. Блин, но мята, а! Не, после... Понимаете, вот после других машин, когда ты... На нее садишься, ты понимаешь, что да. Это то, что нужно. И управляется. И едет. И вообще все. Чики-хуки. Да блин, да. Почему я постоянно прижимаюсь, а? Почему я постоянно прижимаюсь так на трянке? Вечная моя проблема. Ну, тут забивать... Можно не сбивать. Как это было близко, кстати. Это было прямо на сейвах. Так. Так, так, так. Этот поворот. Отлично. Вот здесь мы обычно оттормаживаемся. И тут кто-то должен вылететь навстречу. Нет, никто не вылетел. Офигеть. Обычно они любят делать так, чтобы что-то вылетело у тебя навстречу. Но ничего не вылетело. Это хорошо. Что-то здесь... Немножко с замедлением. И, конечно же, понятрушечки долбанули. И полетели. Потихоньку. Полегоньку. Плюс 52 секунды уже. Скоро у нас будет плюс минута, мне кажется. Так. И вот здесь полет нужно оформить красивый. Надеюсь, в этот раз Мята приземлится хорошо. Да. Приземление было просто отличное. Как у шикарного пилота самолета. Но в данном случае, да, Мята, это целый самолет. Потому что насколько хорошо мы тут едем, а? Поворот был пройден идеально. 71% комплит у нас. 73% уже. Тут можно, кстати, разогнаться. 321 км в час, кстати, у него теперь отсечка. Мне кажется, пока что этого хватает. Давай, давай, давай. Вот здесь залетим. Да. Правильно, что я тормозился. Потому что если бы я этого не сделал, то было бы совсем все плохо. И вот... Я молодец. Я молодец. В принципе, можно было этого и не делать. Но я зачем-то это сделал. Ну ладно. Бывает. Бывают жизни огорчения. Я надеюсь, что там не было никаких чекпоинтов еще. Да. У нас уже чекпоинт последний остался. Это именно финиш. Ну хорошо. Может быть, я даже наверстал время. Надеюсь на это. А если нет, то это плохо. Хотя, в любом случае, я думаю, там минута уже будет у нас. И... Да! Минута 11! Охереть, блин! Просто капец. Жесть. Так, ну что, давайте еще одну вот эту вот проедем. И посмотрим, получится ли у нас сегодня сделать этого босса. Но я думаю, наверное, потом его оставлю. Гэс, гэс, гэс! В этот раз мы просто максимально стартанули. Вот так вот. Так. Сегодня у нас безидеально стартов практически. Что-то как-то проходит серия. Давай, мятка. Валим! 332 километра в час, кстати. Воу, но это слишком много для прохождения таких поворотов. Поэтому... Чихонечко, чихонечко мы... К заборчику так придвинулись. Вот здесь вот... А, ну да, сюда лучше. Воп! Ну тут как бы вот по-другому никак. Потому что слишком много трафика было. Зато идеально пролетели. Блин. Я не знаю. Я на этой машине просто кайфую проходить эту игру. Меня не напрягает. То есть вот, когда я взял римок, у меня сразу напряжение появилось. Я сразу понял, что какие-то гонки получится... Ну не получится просто затащить. Я, кстати, не отменяю того, что, конечно же, вам может быть интереснее ездить там, ну, именно на какой-то машине, которая не имбовая. Я это прекрасно понимаю. Но мне такое не интересно. Я, честно говоря, не люблю по 10 раз проходить заезды и там на какой-нибудь сотый раз приехать все-таки наконец-то на первое место. При этом понимаешь, что есть машина, которая может приехать на первое место вообще, где ты не будешь прилагать каких-то особенных усилий. О, блин, я думаю, пройду мимо Каена. Не получилось. Не свезло. Так. 63% комплит, кстати. О, давайте здесь проедем. Ой-ой-ой-ой, мята. Красиво, красиво было. Много полетов. Я думаю, вы эту машину рассмотрели уже со всех сторон, потому что на трамплинчиках показывают ее прям максимально выгодно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Немножечко нетрухой воспользовались в этом повороте внезапном. 90 градусов. Там даже больше, чем 90 градусов было. Там где-то 120. Но мы влетели вообще хорошо. И-и-и. Давай-давай-давай, мятка-давай. Ну. Ну, тут вот началось что-то. Прям слишком много трафика. Так. Так. Оп. Трафик. Тихо. 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 Ух ты же, блин. Вот это было прям вообще анрил. Просто анрил. И прилетели. Фух. Да, это красота. Итак, ну что же. У нас получается... Вот еще одну гоночку нужно, да? Раз. У нас тут есть. А, нет. Нам еще две гонки целых нужно проходить. Ну да. У нас, короче, прохождение босса останется 100% уже тогда на следующую серию. Потому что эта серия из-за риммака немного затянулась. Давайте сделаем из-за старт. Отлично. Из-за старт. Полетели. Немного нетрушечки. Немножечко срежем. Кто-нибудь поехал сюда? Прикиньте, всей толпой сюда поехали. Жесть, а. Вот сопернички-то, а. Знают все срезки. Молодцы, молодцы. Так. Ой-ё-ё-ё-ёй. Так, переговоры коповские слышу я. Блин! Косяк, косяк, косяк. Ладно, догоним. Догоним. О, слушайте, а я вовремя врезался-то, получается, да? То есть в копыта теперь за ними едут. Эй! Лап! А давай мы в тебя... Прежем. Да ё-моё! Что-то вообще жопа какая-то была. А меня сейчас просто притянуло к стене. Так, ладно. Ну, кое, на втором месте. Ну, ничего, 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 ничего. Сейчас мы уедем. Тут мустанг-то, он далеко и... И надолго едет. Так. Срезочка небольшая, вижу. Так, она не очень хорошая. Так, и что, опять впереди копы, да? Ну, все-таки, да, не дают нам... Потусоваться просто с парнями. Не дают, не дают. Ну, ладно. Ну, и теперь у меня второй уровень. Ну, блин. Окей, ладно. Все равно быстро должны уехать от них. Ох, ты ж блин, вот это был сейф. Ну, и, конечно же, впереди еще у нас. Ой, и, конечно же, впереди тоже у нас есть народ. Ну, ладно, мы, кстати, вроде ушли. Точнее, я ушел. Они там, я не знаю, ушли, не ушли. Трафика нам подкидывают. Так, нормально. Я думал, что там какая-то срезочка есть. Правильно, что я поехал. Так, здесь там не дают срезать. Ладно. А, все правильно, не дают. Почему? Потому что у нас тут вот такие вот поворотики. Которые я, опять же, странно прохожу как-то. Так. О, вот это пебега там. Бородатый, классный. Немножечко об трафик тут. Чуть не улетели. Так, и что, опять у нас копы, да? Ну, конечно. И прикиньте, они исчезли. Они просто исчезли. Вот это я понимаю. Вот это жесть. Это как вообще было? Это как понимать, почему? Они такие резко, типа, мамка позвала домой кушать или... Как это? Как это работает? Я не понимаю. Это было забавно. Хорошо, у нас минус погоня получилось. Блин, изи старта не вышла. Ладно, поэтому стартуем на нитро. И вот, черт, вот тут будет сложно. Но хотя, в принципе, по максималке у меня мята вроде как хороша. Поэтому попробуем сейчас сделать эти у нас состязания. И давай, 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 мята. Валим, 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 валим. Валим на мяте. Разогнались. Отлично. 333 мили. Кто больше? А, нифига, кстати, они практически догоняют. Ну, 333 километров в час. Как бы, да. Тут же обманочка есть. Блин, у нас тут шоссе. Мне вот это я не особо люблю. Потому что 332 километра в час. Мята такая, я больше не могу. 320 было. Это явно немного. Хотя... Хотя пока держимся. Так, тут немножко я разгончик возьму. Взял, блин, разгончик. Давай! 286! Это была херня! Приближаются они ко мне. Ну ладно. Поскольку я еду первый, я все-таки первый и затащу. Главное просто их не подпускать к себе и все. Давай, 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 давай. Бабе! Отлично! Это плюс 309. У меня уже 1000. Сейчас они меня догонят. Так, 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 так. Да, они догоняют. Причем нехило так догоняют. Плюс 313. Не заметил я. Черт. Давай, 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 давай. Блин, это было плохо. Можно было еще быстрее проехать. Полетики. Ну как без полетиков? Да никак же. Сколько у нас там получается? По километрам? Да, они приближаются прям супер близко уже. Все, давайте. На максимальном нитре на финиш приезжаем. Ну и тут, судя по анимации, мы выигрываем. Шикарно. И-е-е-е. Ну и тут полет. Без полетов никуда. Прям в полете мы остановились. Итак, нам 4 майлстона надо закомплитить. И у нас здесь целых... Так, ну ладно, давайте попробуем радарчики пройти. Полетели. Блин, ну опять. Ну сейчас будет погоня, походу, да? Или нет? Сейчас посмотрим. Пока вроде переговоры идут просто. Сейчас посмотрим, что радар покажет. И-е-е. Отлично. Так, теперь быстренько телепортируемся в другую сторону. И другой радар проходим. Полетели. Чики-брики. Есть. Найс. Найс, бро. Крок. О, жесть. Это круто. Это мощно. Мистер Найс Гай. Хорошая отсылочка. Хорошая. Так, ну что же. Давайте вот это вот сделаем. И я так понимаю, все. У нас. Мы сможем побороться с Билли. Надеюсь, побороться не в душевой. Тогда будет совсем жестко. И... Немножечко на нетрушки полетаем. Есть. Готово. Так, ну что же. Сообщение от Билли Рэдди. Билли готов. Лизтон. Билли. Новости. Да. Да-да-да. Он тренировался. Новый босс ожидает тебя в спортзале. Ну что же, друзья. И на этом я телепортируюсь обратно домой. Почему? Потому что на этом серия заканчивается. Билли мы будем херачить уже в следующей серии. И заодно в следующей серии мы посмотрим, какой у нас будет новый босс. Простите, но просто эта серия и так сильно затянулась. С вами был Дима Ванпойнт. Не забываем ставить лайки. Подписываться на канал. И, конечно, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые серии. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok